Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем... Ой, с вами Диджит! Всем привет, дорогие друзья! С вами Диджит! И сегодня мы будем... Ээээ... Играть в колонизаторов! Вот как вы видите. Это мой город. Такой вот. Такой город у меня. Вот моя армия. Я сейчас с вас научу драться. Са! Ай, ебану ми! Сейчас вы увидите, как надо по-настоящему драться. Так, тут можно пропустить следующего за 750 кристаллов. А я, к примеру, не на этого хочу напасть. Смотрите, вот у меня есть ракеты в рукаве. Вот. Видите? Супер просто. У меня огневенчики второго уровня. И один автоматчик третьего уровня. И много роботов. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээсэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Еще вот тут-то будет написано, сколько юниту дали опыта. Моим роботам дали 25 опыта, огнеметчикам 2 опыта, автоматчику 1% опыта и подрывникам 1%. Да, кстати, вот такая вот лазерная мина у меня есть, я не знаю, что она делает. Она вообще почему-то над воздухом висит, непонятно как. Никакой, видание какой у нее урон! Кстати, у меня пункер пятого уровня, у него урон 64 в секунду. И энергопушка 7 в уровне, у которого урон 87 в здоровье в секунду. И робот защитник 2 в уровне, у которого урон 23 в секунду. И стал еще урон, в котором, в принципе говоря, горькие ребята. Чтобы нанять юнитов, надо просто кликать на ваших юнитов, и таким образом они будут вот тут-то появляться. Таким образом они тут-то появляться. Скажем так, то же самое, что и спаун в майне. Я не знаю, можно ли это спауном назвать. Я думаю, вы все поняли, всю суть поняли. Еще вот этих только 7 можно устроить. Вы знаете, где они появляются? Они, представьте, еще ровно в этом вот деле. Как вы видите, у меня тут стены третьего уровня. Тут также можно посмотреть те, кто на вас нападали. Как это эпично выглядит, я вам сейчас все покажу. Смотрите. Это давным-давно на меня напали, когда на них клонохол открытило. Смотрите. Как эпично они уничтожают мой город. Как эпично они уничтожают мой город. Так у него же еще пульсары эти поганные гады. Еще крыланы, какашечные чулки. Они еще в сизе стреляют немоверхной силы. Но они же просто баги. Они могут разрушить все на своем пути. Слыхай, ребята. Есть им их когда-нибудь таких крутых построек, чуваков. Я проиграл. Я специально орал, потому что громко бой был. А история атака это... Это то, что вы... Это то, что вы... Не знаю, что вы... Это то, что вы, скажем так... Как сказать? Я не знаю, как сказать. Но тут можно посмотреть все битвы, в которых вы участвовали. Скажем так. Тут, может, написано, проиграл, успешно и так далее. А тут можно получить различные виды награды. Так. Теперь. Небольшое объяснение для лаборатории. Лаборатория. Это такая фигня, в которой можно спавнить всякие ракеты до следующего боя. Все ясно. Я думаю, что ясно. Наверное. Глядите в будущее. Наверное. Хотя я не знаю. Как хотите. Хотите, глядите в будущее. Хотите, не глядите. Мне все равно. Так, теперь, начнем в магазине. В магазине. Можно зайти в банк. В алмазы. Тут за алмазы. Покупают всякие кристаллы. Тут минералы. Их называют газ. Вот. Сами алмазы покупают за маэ. За электронные деньги. Так. Так, на меня напали. Чего? Какого? Чего это было? Я не понимаю, чего это было. Она не важна. А где мы были, ребята? Я запутался. Алана. Стоп. Мы были. Мы были. Мы были. Так. В банке еще есть такая фигня, как дубль. Дубль нужен для вот этих вот планет. Смотрите. Либо это она так долго загружается, либо я не знаю. Ну, вот видите, разные планетки. На вот эти две изначально нельзя, а вот на вот эту можно. Тут у нас вообще какая-то карта непонятная. Карта Земли, что ли? Я не понимаю. Или карта части Земли, или карта двух континентов Земли. Я не понимаю, что ли? Ну, да ладно. Ресурсы. Вы можете построить все, что вам угодно. Крылья еще минерал. Только важен командный центр определенного уровня. Что такое командный центр? Это вот это командный центр. Вот это вот. Вот это огромное здание. Примерно как пласт. А, кстати, эта штука называется пласт. А это реставричный рост. Это пласт древних, в котором нанимаются древние. Сейчас я их покажу. Вот, видите, это древние. Это наши изрои, скажем так. Потому что я не знаю, как выразиться. Ну, да ладно. Ну, вот. Ночи построить хранилище минералов, шахту минералов, газовую скважину, хранилище газа. Еще шахта плазменная. Строительный док, но это относится к строителям тем. И хранилище плазменное. Защита. Это ПВО. Такая штука. Стреляет только в воздушные цели. Особенный танк, который стреляет во всех, кроме воздушных. Робот-защитник, которых у меня два вроде. Энергопушка. Булки. И стен. Тут еще есть какой-то мираж непонятный. Мина. Лазерная мина, которая у меня уже есть. Крио-мина, которая, скажем так, терроризирует мобов. Юнитов. Которая терроризирует юнитов. И между ними просто на месте стоит весь бой. Если вы нашли только у Крио-мины в бою. Рельсовые пушки, и вам с ними лучше не связываться. Эти пушки просто опубелительны. Вот поэтому они стоят 4 миллиона кристаллов. Минералов или как-то. Ну вот. Теперь прощиты. Щиты. Это вот такая вот фигня. Их можно купить. Только тогда. Чтобы их можно всегда купить. Ну, короче, вот. Сейчас, поводите. Щиты? Это. Щиты, если вы один щит купите, и сколько тут написано, к примеру, два часа, один час, один день, два дня, два часа, то тогда на вас все это время нападать не будут. Понят? Я надеюсь, что понятно. Ну вот. Теперь про армию. Армия. Выборочный центр. Ой. Вы... Вы... Вербовочный центр. Ну да. Там вы нанимаете юнитов. Казарма. В казарме можно апгрейтить юнитов. Космопорт, я не знаю, я его еще не достиг. Лаборатория. Это я уже рассказывал. Фабрика. Фабрика. Я точно забыл чуть-чуть. Давайте посмотрим, исследуем. Выбери. Война. Чего? Я не понимаю, что-то. Я что-то не понимаю. Я что-то не понимаю или нет? Ну, не важно. Ну вот. Как вы видите? У моих роботов просто дофигища опыта. Но по сравнению с двумя тысячами, этого очень мало. Чего-то 408 опыта. Как вы видите? На такой. Казарма – это то же самое приспособление, как вы видите. Вот видите? Тут то же самое. Чего можно приготовить. Именно пожертвовать опыт, к примеру, вот этих жнецов на опыт. И отдать этот жертвенный опыт подрывникам. К примеру. К примеру, говорю. Так, ну вот. Армия. Продолжаем. Так. Так, фабрика, вы теперь уже поняли. Вот плац. Плац это – это вот эта фигня, где ходят все наши юниты. Все ваши юниты. Стоп, мы в защите выйдем. Так, ну вот. С этой страничкой мы закончили. Следующая. И стали еще урой. Это вы уже видели. И плац в древних видели. А вот. Ирин Вайлд. Ребят, Иннер Вайлд. Ой. Ирин Вайлд. Я запоминаю. Сейчас я поишу какого-нибудь чувачка, кто Рваль. Я надеюсь, znajдется такой Иннер Вайлд. Кто Рваль, надеюсь, найдется такой Иннер Вайлд. Иннер Вайлд. Иннер Вайлд. Иннер Вайлд. Где ты? Черт. Я вот, просмотрю. Смотрите. Вот, смотрите. Я сейчас найду и нарваю. Да ты достал! Перестань! Извиняюсь, просто этот проклятый кожей достал меня просто. Вообще. Вот видите, какой чувак нафиг? Вы видите его армию? Это же просто жесть, ребят. Вы видите? Сколько вот этих вот летучих... А ну вот, ребят. Вот наш инервайл. Инервайл 30-го уровня. Ой, иронвайл! Сколько можно? Иринвайл. Иринвайл. Вот он наш инервайл. Иринвайл. Вот он наш иринвайл. Аж 30-го уровня. И смотрите его характеристики. Урон 442. Здоровье 1725. Фремон восстановление 3540. Урон способности 7. Я надеюсь, вы удивлены 5-го уровня. Хранили еще плазмами 5-го уровня. Нифига себе. Нифига себе! 400-го уровня 4-го уровня. Это плазмами 3-го уровня. Плазмами 7-го уровня. И этот плазмами 7-го уровня. Энергопушка 11-го уровня. Плазмами 6-го уровня. Ой, золотой спецназ. 6-го уровня 6-го уровня. Почему тут это написано? Вы не стали меня? Я не понимаю ничего. Вот, как видите, космопорт 2-го уровня. Фабрика 3-го уровня. Куча, куча, куча всего. Шахта плазмами 1-го уровня. И еще одна шахта плазмами 1-го уровня. И еще одна шахта плазмами 1-го уровня. Это все последние уровни в техпостроях. Вот, к примеру, бункер 11-го уровня. Видали, какого уровня. Я думаю, эта серия была для вас увлекательна. Где найти эту игру? Я вам сейчас расскажу. Надо садись в свой мемер и написать, к примеру. Если кто играет в бортовушку и гольчушку, то тогда вы можете увидеть, что там колонизатор. Написано. Колонизатор. Нажимайте, кликайте на выделенную строчку. И вам открывается новое окно. И в нем появляется эта игра. Так что, ребят, включайте мошком. Да, пошли. Включайте свой интернет. Ищите игру. И наслаждайтесь игрой. Ну ладно. Я надеюсь, что эта серия была для вас увлекательна. Всем пока. С вами был Дидж.